Дмитрий Трубин – архангельский живописец, график и художник книги, заслуженный художник России. Почти 200 книг зарубежной, русской и советской литературы проиллюстрировано художником за 40 лет работы. В книге издано общим тиражом около 8 миллионов экземпляров. Библиотека номер 18 предлагает познакомиться с новой книгой автора. Которая называется «Собачка-бегемотик» и другие стишата, где ёжики, свинки, коты и мышата. Это уже пятнадцатая книга, изданная Дмитрием Трубином в качестве автора и текстов, и иллюстраций. Собачка-бегемотик По дорожке шла собачка, вся один большой животик. Ослепительно прекрасна, не собачка-бегемотик. Есть же красота на свете! И разинув алый ротик, так, чтоб радовались дети, шла собачка-бегемотик. Дети радостно вздыхали, и на радостной наноте через парк вины и дали шла собачка-бегемотик. Шла она, гордясь собою, за собой вела хозяйку, с намерением пописать, перед тем надя лужайку. Ведь собачка-бегемотик не желает писать в ботик, как в стихах, где делал это некий котик-абормотик. А собачка-бегемотик так прекрасна экстерьером, что она другим животным может стать живым примером. Чтобы каждый много кушал, не жалея бы животика, с целью, чтоб похожим сделаться на собачку-бегемотика. Жучок, который спешит. По сосне жучок ползет, весть нам добрую несет, лишь успеет донести, дальше вынужден ползти. Пусть он и жучок простой, но с завидную судьбой. Коль несешь благие вести, некогда стоять на месте. Потому он и спешит, и как паровоз пыхтит, каждой времени минутой, потому и дорожит. Танцующие богомолы Шел прекрасный богомол, видимо, по делу шел, а за ним еще такой же, призеленый богомол. Так и шли два богомола, контрастируя друг с другом, видимо, спешак прекрасно зеленеющим подругам. И когда подруг застали, где-то среди трав цветенья, с ними тотчас танцевали, показав свое умение. И причем, что характерно, пары вышли сплошь контрастны. Красная была с зеленым, а зелененькая с красным. Почему? Никто не знает. Просто хочется иного. Тот, кто зелен, ищет красного. А тому давай зеленого. Бычок с рогаткой По земле бычок гуляет и стреляет из рогатки. Ни в кого не попадает, так стреляет, для затравки. Он совсем не хулиган, просто он мальчишка. А стреляться из рогатки для мальчишки – фишка. Мол, я хулиган крутой, мол, с рогаткой я гуляю. И, конечно, если надо, куда надо попадаю. А на самом деле он к миру полон жалости и не очень-то способен даже к мелкой шалости. У него колечко в ухе и в носу колечко тоже. Он имеет норов смирный и сердечко с тонкой кожей. По призванию он обычный мирно пашущий ботаник. Только травку поедает и на день рождения пряник. Апоссум и цветок Шел по городу Апоссум. Ну, Апоссум, что такого? Он ведь был предельно вежлив, не сказал дурного слова никому. Так шел, без дела, с сахарком держал кулечек. А потом на стенке мелом вдруг нарисовал цветочек. Для чего? Никто не знает. Может быть, от чувств избытка. Жизнь и счастьем поделиться неуклюжая попытка. Лягушка-невеста Лягушка вдруг разбогатела. Сидит такая вся при счастье. Она ж богатая невеста. Причем желто-зеленой масти. Причем с глазами обалденными, С роскошно сделанной фигурой, С ногами и руками нежными. Сидит лягушка дура-дурой. Она теперь совсем другая. Она теперь не из болота. Она красивая такая. И замуж ей теперь охота. Мышка на велосипеде. Поле полное цветочков. Мышка на велосипеде. И она педали крутит. Куда надо, туда едет. Она в клетчатой рубашке, Немножечко в шерсти. И для мамочки ромашек хочет мышка привезти. Она дивная такая, теплый серенький комочек. И хорошая такая, и еще быть лучше хочет. Но куда казалось лучше, ведь она и так прелестна. Совершенству нет предела. И мышам, и тем известно. И она педали крутит, и она по полю мчится, И надеется на счастье. И оно вот-вот случится. Кораблик. Вот корабль. Вот парус белый. В парусах синеет небо. Снизу колыханье море. Впереди земля, где небо. Облака плывут по небу. Мыши, те плывут по морю. Их шесть штук. Они в тельняшках, кроме одного. На горе кто-то спер его тельняшку. Утащил, украл, присвоив. Видимо, манер хороших с детства так и не усвоив. Что с того? Плывут мышата в шестером вины и дали. Их кораблик вы случайно где-то в море не видали? Кот-боксер. Кот-боксер, конечно, нонсенс. Он же кот, а не собака. Но бывает и такое. Если кот, то дзабияка. И драчун. Тогда он может стать боксером, как собака. И кота такого, если встретишь где, то там и драка. Таких котов не бывает. Кот, парик, дымится трубка, шляпа с перьями, комзол. Это ясно злая шутка. Где б такого я нашел? Не бывать таким котам в париках, курящим трубку. Век таскать им на плечах лишь свою кошачью шубку. Про хорошего бобра. Шел бобер по переулку. Булку нес в подарок маме. Он погрызть хотел бы булку с наслаждением зубами. Он бы пожиранию булки призраздельно бы предался. Он бы дважды съел бы булку, если б не пообещался булку туда ставить маме целиком, не половину, чтобы мама бы сказала за нее спасибо сыну. Дмитрий Трубин пишет стихи и иллюстрирует их не только для детей, стремящихся повзрослеть, то есть на вырост. Он также пишет кота-портреты и кота-стихи для детей своего возраста, то есть для тех, кто уже вырос. КОНЕЦ